Маску наденьте, пожалуйста. У меня нет маски. Есть у вас? Можете пробрести у вас, да. Меры предосторожности. Прежде всего, на линии 22 маршрута всё строго. Без маски в общественный транспорт не пустят. Однако, если средств индивидуальной защиты при себе не имеется, то это не станет проблемой. Народ в основном проходит с масками, но у кого нет, мы предлагаем маски. С автоколонном дают на продажу маски. Мы предлагаем и продаём эти маски им. Пандемия внесла коррективы и в другие привычные аспекты работы общественного транспорта. С марта в автобусах проводится дезинфекция. Сутки – не менее трёх раз. График обработки висит в каждом автобусе. Плюс к этому у каждого водителя есть антисептик. Изменился и способ оплаты проезда. В данный момент обслуживание маршрута 22 у нас осуществляется без кондуктора. И большая просьба к пассажирам, чтобы они осуществляли посадку через переднюю дверь. Оплата производится через передний валидатор. Оплатить проезд в авантильских автобусах можно с помощью карт «Стрелки» или «Тройки», а также с помощью банковских карт. Кстати, с 9 июня были разблокированы социальные карты. Правда, пока только для жителей города Москвы. А вот социальные карты жителей Подмосковья будут разблокированы, как только ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется. Главным же событием в работе общественного транспорта для горожан стало возвращение автобусов Ивантеевской автоколонны на 22-й и 1-й маршруты. Маленький и не очень вместительный подвижной состав при этом убрали. На маршруте номер 22 на период карантинных мер работают 12 автобусов большого класса от марки ЛиАЗ-52-92, которые так полюбились жителям нашего города. И с большой накопительной площадкой. Все автобусы оборудованы системой кондиционирования. Пока удобно. Посмотрим. Спасибо, что так вернули нам автобус. Пока автобусы курсируют по расписанию выходного дня. Однако в Ивантеевской автоколонии обещают, что с 15 июня график будет изменён на обычный. На линию 22-го маршрута выйдут 19 автобусов большого класса.